сегодня у нас машина для конкретных строителей настоящих мужиков тойота саксит в рестайлинге от 14 года выдовый 165 кузов а пробоксы и сексиды в рестайлинге от 2014 года приобрели новую внешность новую торпеду новую отделку сидений новый селектор новые стопы но по большому счету это остался тот же самый строитель как он и был в 51 и в 55 кузове у них также грузоподъемность 400 килограмм у них те же самые моторы 1 nz fe пропал в рестайлинге 1 и 3 мотор у них пропала механика у них пропал автомат и сейчас на все сексиды и пробоксы с сентября 2014 года вот в этом рестайлинге идут только вариаторы но грузоподъемность эти машины не потеряли они также берут 400 килограмм и я уверен что toyota поставил туда не обычный вариатор а что-то посильнее чтобы эта машина также славилась своей надежностью и просто безотказностью как автомат а к toyota ставит гибриды уже в с оксида и пробокса и это началось ноября месяца 2018 года то есть в этом месяце появились первые модели вышедшие с конвейера и уже на аукционах даже можно встретить гибридные модели с оценкой с и 6 у них идет 74 лошади такой же мотор 1 nz то есть это технически это та же самая aqua и тот же самый вариатор новая решетка радиатора она же бампер все красиво сделано все как всегда бюджетно но мне нравится стиль подвеска осталось такой же незамысловатой спереди макферсон сзади зависимая на продольных рычагах клиренс 130 миллиметров вроде бы кажется немного но он узкий и колесная база не такая большая поэтому он пролазит практически даже где форики со своими почти 20 сантиметрами могут где-то цепануть там же проедет пробокс из оксид в виду своей колесной базы хочется проехать вот на данную поляну на сайтам и на прочем я даже подумать об этой поляне не могу эта машина нас сюда завезла и отсюда без проблем отсюда нас вывезет поэтому полный привод он стоит чуть чуть подороже чем переднеприводные версии но я думаю стоит добавить и потом когда будете продавать свои танки полный привод будет играть немаловажную роль люди хотят полный привод кстати предыдущая версия про боксов из оксидов выпускалась 12 лет и она не менялась вообще и я думаю эту модель этот рестайлинг 160 кузов ждет тоже самое у нас осталось также грузоподъемность 400 килограмм запасного а есть запасное колесо я думал они даже убрали запасное колесо есть запасное колесо здесь сделан мягкий пластик немного войлока по уровню исполнения все то же самое что и было лавка приобрела даже не назову это эко кожи это просто какая-то не знаю какая-то мягкая дрянь также лавка опускается в ровный пол нас просто тут лежат вещь поэтому я не могу ее полностью положить не так в общем будет ровный пол это тот же самый строитель правда стал он немного красивее и эта машина найдет своих покупателей камера с завода идет похоже как у nissan of на теидах на нотах старых кузовах вот торпеда мне очень нравится управление печкой на крутилках селектор новый как вице поставили пластик разный по текстуре уже интересно магнитола с завода с задней камеры вообще достойная задний ход хоть и без проекции но в принципе нормально выглядит ну про телефон это вообще отдельная история это под маленький телефон а сейчас под большой исполнение поменяла угол то есть но по практически 90 градусов мне нравится то есть какие-то более строгие углы появились а глонасс у нас прям как родной как будто вот согласитесь как будто поставили на тойоте его полочка на 10 килограмм как и в предыдущем кузове в общем салон мне кажется стал ну поинтересней прям аукцион у нас те и поэтому оценивали строго оставим все хозяину пусть хранит машина будет использоваться в какой-то компании то есть но по ее прямому предназначению владивостоке бардачок здесь вот нету панельки то есть из бардачка можно как все брать так и в него складывать не открывая 72 тысячи девятьсот тридцать километров по салону вот кроме потолка прямо не скажешь вообще что его эксплуатировали как-то для перевозки чего-то на панели есть чуть-чуть вот там царапинки и то там это так даже не царапины весь пластик все в хорошем состоянии саксид по ходовым качеством остался по ощущениям такой же но единственное то что у него уже идет вариатор в рестайлинге вообще во всех версиях нету механики его разгон более плавный на автомате он прям сразу же подрывал задирал обороты на вариаторе он по-другому отзывается на газ информационное табло какая но тоже как на вицах кстати говоря чем на за передача пробег бензин время значок эко горит спидометр ни тахометра ничего подобного нету шумки нету вообще слышно просто абсолютно все даже песчинки которые бьются об кузов вылетающий из-под колес вы их слышите по кличке гонка 120 все уже некомфортно ехать уже что-то он это хочет куда-то в сторону там уйти но на спидометре 180 но я сомневаюсь что он поедет 180 только с горы вообще по вот таким углом в общем за езду и за салон за ощущение от езды эта машина получает пятерку по пятибалльной шкале в данный бюджет в данном классе она как всегда что в 50 кузове что в 160 она осталась хорошей и что-то докрутить поставить больше шумки больше каких-то там солен блоков и прочего это бы сделала бы автомобиль дороже с завода а тойота позиционирует данные автомобили надежными и доступными поэтому даже лишний пластик дверной карте это уже будет роскошь как и в 50 кузовах у тойоты не хватало пластика закрыть металл в дверной карте в 160 кузове также его не хватило то есть про шумоизоляцию вы можете вообще даже не думать дверь водительская на кнопке все остальные три двери на веслах если вы днем были курьером развозили груз вечером вы лавочку ставите в привычное ее положение можно в принципе посадить пассажиров и ездить место очень мало колени упираются материал какой-то странно это какая-то ткань такая на нее ей будет не страшно ничего не грязь не мазут не соляра вообще ничего потолок тряпочный а вот в экстреле он из пластика я думаю сюда бы наверное лучшее пластиковый был бы потолок потому что у нас потолок прям даже с дырой до железа обивка передних сидений принципе хорошая но не такая как в более высоких моделях у тойоты в общем исполнение внутреннее обновление даже назовем мне понравилось у нас в воде востоке эту машину используют для всего в японии эти машины у нас очень закоцанный потолок то есть там возили груз и для меня эти машины имеет смысл это их покупать для перевозки кину 4 мешка цемента отвезти ребятам какую-то рейку штапики гвозди что-то подобное но у нас по города такси на пробоксах на соксидах кто-то вообще использует для личных целей ездит в офис у нас возле офиса паркуется несколько в предыдущем кузове автомобиль сексид пробокс по мне так это машина строитель 50 кузов был такой строитель страшноватый 160 кузов стал стал такой строитель красивый но по своей сути эта машина предназначена для некомфортной перевозки грузов если вы хотите купить что-то побольше если вам нужны какие-то высокие потолки вам нужно возить много коробок тогда для вас это хайсы этого нет и это бонги в кузове фургонов эти машины на аукционах попадаются в очень плохом состоянии потому что за ними особо не следят как там поставить этот ящик и прочее поэтому у них ободранные все пластиковые детали по бокам закоцанные потолки бампер вот это тоже весь в потертостях в общем будьте внимательны когда будете покупать этот автомобиль вам менеджер должен сказать полный перевод и вы должны делать вывод покупать вам такой автомобиль или нет среди данной модели очень много машин плохом состоянии по ценам на строителей красавчиков про бокс и секси то они одинаковы машина поэтому цены будут относиться к обоим модели переднеприводную версию можно купить примерно от 560 но это пробег будет за сотню и состояние так себе но для россии все равно это достойной машины будет где-то 560 нужно иметь данный экземпляр у него маленький пробег он даже с дырявым потолком он в хорошем состоянии поэтому вышел в районе 640 6 150 тысяч хоть он и был растаможен на человека из владивостока но он немножечко не попал под отмену глонасс для жителей дфо поэтому кнопка на нем стоит если вы житель дфо и хотите купить данный автомобиль то для вас цена будет пониже примерно 20 тысяч рублей если вам нужна какая-либо техника для перевозки груза по городу присмотритесь к с оксидом вы можете посмотреть предыдущий кузов 50 кузове про боксы с оксиды можете посмотреть рестайлы в 160 кузове можете обратить внимание на фургоны таунайс мазда бонга nissan ванет тойота хайс это уже элита будет грузоперевозок по городу есть разнообразие внутренний рынок японии его дает и даже в коммерческой технике внизу под видео напишите вообще это реально остался танк но немножечко красивее они его сделали либо это уже не то потому что сюда поставили вариатор и убрали автомат и механику напишите ваше мнение будет интересно что люди выбирают вот именно в таком сегменте каких-то мелких грузоперевозок по городу либо вам понравилась эта машина и вы присматриваетесь к ней может быть кто-то владеет и напишет какую-то инфу может быть есть это болячки у этого строителя красавчика напишите пообщаемся будет интересно напишите свой опыт может быть люди читающий ваш комментарий сделают какой-то вывод о приобретении для себя подобной техники ребят поставьте лайк подпишитесь на канал потому что еще покажем вам еще подобный сегмент не только крауны но и такие тачки к нам залетают и мы рады показать их нашему зрителю пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля ребят кто не из владивостока и не в курсе но очень интересный есть факт вон на том острове вон там русский вот здесь материк вон на том острове женский монастырь так что кто хочет отдохнуть в владивостоке и хочет каких-то интересных эмоций можете снять катер прокатиться посмотреть вообще как построен этот монастырь и вообще как живут девчата там в изолированном месте